Слава Всевышнему! Я сегодня должна провести очередной раз левопреломление. Что такое левопреломление? С этим словом знакомы православные харистии. Это когда человек готов выполнить обряд, который служит тому, чтобы демонстрировать всем окружающим, что-то человек готов быть в присутствии Бога. То есть он чистый, он не грешит и даже не врет. Да? Кто-то обменяет меня лжи. Кто-то заинтересовал меня оболгать. А я говорю, что я говорю от Бога. Что же происходит? Почему был распред Иисус? Так Бога захотелось? Бог поиздевался над ним? Нет. Над Иисусом поиздевался враг. Кто Богу враг? Лжец. Отец, лжи, дьявол, враг, Бог. Кто начинает лгать? Человек слабый, согрешающий. Чтобы оправдать себя перед обвинителями, начинает врать. Человек сильный, делающий добро, врать не должен. Поэтий. А вообще проблемы лжи и правды. Я хочу сказать о том, что есть понятие отец лжи. Я боксу не показываю. Что отец лжи это не просто лжец, а тот, кто сочиняет ложь. Сочиняет. И самые страшные войны. Вот сейчас началась война, которая непонятно какое имеет еще продолжение. Основана на лжи. Геббель свою пропаганду все знают. Это отцы лжи занимались пропагандой, чтобы продлить свою власть, чтобы завоевать территорию, чтобы сформировать какую-то категорию людей, которые будут поддерживать эту власть. Вот отцы лжи. Дьявол. Отец лжи. Не просто лгать, а еще сочинять, сочинять. Отец, понимаете, рождать, рождать, рождать ложь. Вот причина войны. Это что? Ненависть. Ненависть рождается на неправде. Потому что, по идее, Бог любит всех. Бог дал жизнь всем. Люди влюбляются, люди женятся, люди рожают и хотят жить, а не умерли. Война очень трагичная сейчас. Печально. Столько жертв со стороны России. Очень много жертв. И дальше Европа и Америка продолжают вооружать украинскую армию. То есть выхода у России нет. Что сделать они хотят? Может, хотят бросить ядерную и атомную бомбу на нас? Ну, тогда погибнут и те, кто на нашей территории находится. Да. Ну, Господь защищает нас от ядерного оружия. Вот. И защитит. И выход у России это покаяние. И тут тема грядущего царя. Она существует. Это правда. И есть ложная тема. И всё-таки Бог кого-то нам рекомендует для послушания. Кого? Кто этот человек? Кому Бог проговаривает? Я сегодня научила откровение. Не выходить на хлебопреломление. Хотя день заканчивается. Я по воскресеньям провожу каждый раз. Когда война началась, я перепутала дни и провела в субботу. Вот так. Звон нас разрушает. Память теряем, да? Теряемся во времени. Вот. Опасно, да? Война это страшно. Это ужасно. Я жду покаяния от россиян. Я жду, когда они начнут признавать, что в сердце у них ненависть. Что они они возгордились, возгорны тем же пророчеством о грядущем царе. Вот. Но грядущий царь это не физический лидер. Это духовный лидер. Вот. И Богу нужна демократия. Это всё правда. Демократия. То есть каждый из вас, русский, может быть руководителем даже государства. Я говорю о вечности. Я проповедую жизнь на земле. Кто спасается? Вопрос. Кто хочет жить вечно? Вопрос. Обращайтесь к Иисусу Христу. Потому что написано, что никто не приходит к Отцу, как только через меня. Это сказал Иисус Христос. Конечно, Он открывается всем народам. Бог любит все человечество. Вот я сейчас заканчиваю распространять информацию на все страны. Вот я так вот сижу в ютубе. Вот сейчас, как начала свою речь. Я вот сижу и такими незамысловатыми движениями распространяю свое видео сансара на весь мир. Это уже пятое видео сегодня. Бог дает мне задание. Он хочет, чтобы его информация распространялась вовремя. Такой у него завет самый. Я говорю на важные темы. Бог хочет приблизить себе многих людей. Он хочет утешать. Он хочет бороться с грехом. С ненавистью с ненавистью. Это его власть. Бороться с грехом. Поэтому тема грядущего царя насущная для россиян. Путин объявил войну в Украине. Хотя он рассказывает, что у него какая-то операция. Операция не разрушает здание, не уничтожает детей. Операция вообще. Где вы видели какую-то операцию? Надо быть грамотным. Поэтому мы страдаем от недостатка видения. Написано в Библии, что от недостатка видения гибнет народ мой. От недостатка видения люди ненавидят. Если бы изучали историю, то знали бы, что и Первая и Вторая мировая войны начались через провокации. Это надо знать. Об этом надо учить. Чтобы не было заблуждений. Вот. Ну может Вторая мировая война и там. Ну тоже вроде, да. Война это горе. Это горе. А санкция, которая наложена на Россию, это беда. Вот. Поэтому мы встретились. Два народа. Один с горем, другой с бедой. Понимаете? И мир стал на сторону слабых. На того, кого напали. Не надо судить иностранцев. Никто не виноват, что Путин захотел воевать с Украиной. Вопрос, зачем он захотел воевать? Зачем это? Зачем ему эта война? Что пролит свою власть? Он не видит другого выхода. Он захотел завоевать авторитету своего народа тем, чтобы отчинить себе отдельное, свободное, независимое государство. Нет у нас такого поклонения русскому миру. Это все неправда. Люди хотят жить в мире, понимаете? Не поклониться русскому миру через войну, а жить в мире. Любой человек хочет жить в мире, понимаете? Если кто-то убийца, так этого человека должны закрыть в тюрьму, понимаете? Кто хочет убивать, тот должен сидеть в тюрьме. Вот. Сейчас другое время, цивилизация, понимаете? Жизнь многообразная, интересная, познавательная. Вот. И Бог еще и дарует вечность. А тут пришел сатана и хочет воевать, понимаете? И жалко и одних, и вторых. Статистика очень неутешительная. Вас, конечно, там обманывают в России с ваших каналов, с которых уже убегают и рассчитываются люди, которые уже больше не могут врать. Но тот ужас, который сотворили в стране. В тяжелом сне не приснилось бы тот ужас, который сотворили в стране, понимаете? И я же видела эту войну во сне. Я не поняла, что происходит. Я иду с центра города своего и не могу пройти. Везде что-то перекрыто и прохожу через какое-то здание под низом. То есть, ну, образно говоря, это... Бог мне нарисовал войну за 4 месяца до начала войны. 24 октября это была война, потому что я хорошо запомнила этот сон. Потому что мамочка моя умирала 24 сентября. И чтобы вы знали, мы в ужасе и мы где-то благодарим, что Бог убрал наших родных старшего возраста. Что они не видят этот ужас, понимаете? По телевизору. Чтобы вы знали, русские. Понимаете? Что сейчас творится в Украине. Вот. И вас обманывают и говорят, что это мы подрываем свои дома. Вы верите в такую чушь? Это ваш Путин подрывал дома, а вы за него проголосовали. Понимаете? Покайтесь. Я, безусловно, молчать не буду. Я буду говорить. Я не знаю, как там в России сейчас с Ютубом, говорят, его закрыли. Ну, я вижу, что тема грядущего целя интересует. Люди спрашивают, видно, может быть, и всё-таки Ютуб ещё работает. Но Господь плачет от этого горя и смеётся этой тупости, понимаете? Просто тупости. Верит этой пропаганде грязной. Вот кто такой дьявол. Он отец лжи, чтобы оправдать свои движения, свою ненависть, понимаете? Он начинает лгать на соседа, на страну, которая ничего плохого не сделала. Наш народ проголосовал за Зеленского. Он где-то... Наш народ что, ненавидит евреев? Нет. Проголосовали в массе своей за евреев. Понимаете? Дальше. Вы не знаете, кто такой Зеленский? Это режиссёр. Вы фильмы его смотрели. Понимаете? Ну, он с КВН. Сколько фильмов вы его знаете? И сваты, и так далее. То есть, ну, смешно рассуждать о том, что у нас какие-то нацисты. Понимаете? Как можно верить этой глупости? Как можно верить такой глупости? И как можно разрешить убивать, уничтожать государство в 21 веке? Кто пошёл за этой сатаной? Кто приверженец этой сатаны? Как ещё назвать этого Путина? Покайтесь, русские. Покайтесь. Вот становитесь и кайтесь в этой ненависти. Вы же видите в своём сердце ненависть. А Бог это не творит. Бог не творит ненависть. Бог творит любовь. Чтобы любить, надо пребывать в слове. Это важно. Пребывать в слове. Потому что дьявол искушал Иисуса. И что он говорил? Чем искушал дьявол Иисуса? Тем, чтобы поклониться. Понимаете? Чтобы... Тебя поклонятся все народы. Вот чем искушал дьявол Иисуса. Понимаете? А Иисус сказал, что... Человек будет жить не только хлебом. А Он сказал ещё... Он сказал, сделай из камня хлеб. Не только хлебом, но и словом. Понимаете? То есть будет жить. Это в вечность. Приобретайте знания в вечность. Я знаю, что ещё никакая религия об этом не говорит. О том, что я говорю сейчас. О сансаре. О том, что реинкарнация. Уже надо заканчивать эту реинкарнацию. Уже это непрерывное перевоплощение. Мы уже должны жить в этой жизни. Понимаете? У нас уже скреплены связи. Бог всё приготовил для вечности. Не убивать, а жить. Не погибать и жить вечно. Познавайте, как жить вечно. Конечно, мы ещё не готовы. У нас много проклятий. Жизнь не святая у нас. Понимаете? Нужно познавать. Но жить словом. Не хлебом только, а словом Божьим. Поэтому я проповедую каждый день по три проповеди в день у меня. Мне Бог побуждает уже 10 месяцев почти говорить, говорить, говорить. Для чего? Для того, чтобы проповедовать, что рождаемость заканчивается. Потому что вот такая вот вечность. Понимаете? И не войны спасают вашу страну, а мир. Россияне. Мир. Понимаете? Хотя написано, что войны будут. Почему войны? Почему столько ненависти? Почему распяли Христа? Почему распяли Христа? Потому что Он не угодил людям. Они видели в нём царя. Доброго, хорошего, порядочного царя. Который возглавит и государство освободит от Римской империи. Да? Сделать независимым. Да? Независимым. Понимаете? То как это можно сейчас объединять? Каждый народ хочет свободы и независимости. Понимаете? Если у нации есть язык, если у нации есть язык, это народ, это отдельно. Понимаете? Это государство уже. Понимаете? Каждый... И Ленин говорил. Каждый имеет... Да, Ленин. Вы можете понять, что Ленин это не совсем плохая личность для Бога. Даже неверующий. Бог не проклинает за то, что человек был неверующим, а проклинает за то, что он ненавидит людей, делает подлость и врёт. Понимаете? Если произошла революция и убрали царя, то это проклятый царь, который имел при себе такого Распутина. В прямом смысле Распутина. Понимаете? Что такое Распутин? Бог уже не смеётся. Он уже через слова говорит. Кто такой Распутин? Понимаете? Говорил о Боге Распутине. Я уже рассказываю, как некоторые говорят. Распутные люди говорят о Боге. Понимаете? Это грех. Это позорище. Вот. И ту малую часть, которую мне Бог даёт. Малую часть. Я говорю важные вещи, но многие вещи не воспринимается. Но я жду. У меня уже 210 верных слушателей. Надеюсь, что верных. И я благодарю Бога за каждого. Хотя подписчиков мало, но это меня не пугает. Потому что главное слушать. Я ничего не имею с Ютуба. Абсолютно. Я не зарабатываю на Ютубе. На завод буду выходить. Я благословляю тот день, когда мы должны будем выйти на завод. И очень опасно работать во время войны. Вы понимаете, россияне? Покайтесь. Я обращаюсь к вам. Покайтесь. Да, Бог вам даёт какую-то информацию о Вечности. Ищите ответы на вопросы. Их очень много. Но смысл один. Научить любить, чтобы не убивать. Научить любить. Разоружаться. Спасать землю. Очищать землю. Это же прекрасно. Собираться во славу Божию. Поклоняться Ему. И многие ищут Бога. Многие. Многие уже нашли. Бог очень многих призвал. И не говорите секта. Не говорите троица. Не говорите секта. Потому что люди, читающие Библию, познающие своего Отца Небесного, они не могут быть сектой. Понимаете? Богу неприятно, когда так говорят о людях. Я говорю, там что? И делала поклонство, это зло. То есть нарисовали картинки, сделали иконы, решили, что эта Вечность такая. Нет. Вечность здесь. Понимаете? Нету той Вечности, которой временно размышляли. Вот. И святым не надо молиться. Поклоняться Единому Богу. Понимаете? Вот. Заканчиваю сейчас перевод 5 своего видео. Вот. Сидела и так экономила время. Рассуждала, говорила. Вот. О том, чтобы любили. Призывая любить. Потому что Бог есть любовь. Понимаете? Есть какие-то пророчества, то для того, чтобы спасать духовно. Понимаете? Чтобы иметь пищу духовную для духа. А экономические вопросы решают руководители, которых нужно избирать на демократических выборах. Понимаете? И поэтому и тогда будет справедливость. Любой человек Вечности будет обучаться, анализировать, приобретать какие-то знания и тоже сможет приложить свои усилия к справедливости, чтобы цивилизация дальше шла, развивалась. Понимаете? Богу неприемлемы никакие войны. Даже экономические. Он этого тоже не любит. Я однозначно говорю. Нужна помощь. Нужна поддержка. Такое у меня сегодня настроение, конечно. Я не знаю, что будет дальше. Но Бог любит людей. Однозначно любит людей. У меня очень много времени занимает переводы. Вот я говорю с вами 15 минут. Я уже две трети перевела. Вот. Получается, что я хочу говорить всем. Потому что Богу угодно, чтобы каждый человек познал истину, информацию, которую я уже 10 месяцев скоро буду говорить. Это то, что рождаемость на земле заканчивается. Жизнь на земле. Вечность будет. И, конечно, ступенчатая вечность. То есть, возможно, мы будем действительно когда-то переселяться на другое место жительства. Но вечность Бога. Понимаете? Приближайтесь к Нему. Ищите Его и бойтесь Его. Бойтесь. В слове истины. В слове Библии. Это отзыве с Богом. Я делаю хлебопреломление сейчас уже каждый. Даже чаще мне получается, чем раз в неделю. Вот. Открыла школу благочестия. У меня свой канал там. Вот. Но пока там нет подписчика, я его не рекламирую. Я его на свой канал. Читай Марка вместе. Подписывайтесь. И будьте благословенны. Кровь Иисуса Христа умывает каждого человека. Поймите, если вы не верите, что вы спасаетесь, то спросите Бога. И Он вам ответит, спасается ли ваша душа. Воздайте Ему славу. Бог достоин. Будьте благословены. Будьте благословены.